Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв книги Теория Игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни. Авторы Авинаж Диксит и Барри Нейлбафф. Прочитаем аннотацию к книге. Отзыв на книгу Младена Доллара о скупости и связанных с нею вещах уже сейчас на Boosty. Переходите по QR-коду и ссылки в описании. Подписывайтесь и получайте доступ к видео отзыву на книгу Младена Доллара о скупости и связанных с нею вещах. Теория Игр это стратегическое мышление. Это искусство предугадывать следующий ход соперника вместе со знанием того, что он занимается тем же самым. Основная часть теории противоречит обычной житейской мудрости и здравому смыслу. Поэтому ее изучение может сформировать новый взгляд на устройство мира и взаимодействие людей. На примерах из кино, спорта, политики, истории авторы показывают, как почти все компании и люди вовлечены во взаимодействие, описываемые теорией игр. Знание этого предмета сделает вас более успешным в бизнесе и жизни. Теория игр это раздел математической экономии, изучающий решение конфликтов между игроками и оптимальность их стратегий. Конфликт может относиться к разным областям человеческого интереса. Чаще всего это экономика, социология, политология, реже биология и кибернетика. Конфликтом является любая ситуация, в которой затронуты интересы двух и более участников, традиционно называемых игроками. Для каждого игрока существует определенный набор стратегий, которые он может применить. Пересекаясь, стратегии нескольких игроков создают определенную ситуацию, в которой каждый игрок получает определенный результат, называемый выигрышем, будь он положительным или отрицательным. При выборе стратегии важно учитывать не только получение максимального профита для себя, но также возможные шаги противника и их влияние на ситуацию в целом. Рассмотрим некоторые типы теории игр. Кооперативная, не кооперативная игра. Кооперативной игрой называется конфликт, в котором игроки может... Рассмотрим некоторые типы теории игр. Рассмотрим некоторые типы игр. Кооперативная, не кооперативная игра. Кооперативной игрой называется такая игра, в которой игроки могут общаться между собой и объединяться в группы для достижения наилучшего результата. Соответственно, не кооперативная игра, наоборот, игроки не могут общаться друг с другом. Игра с нулевой суммой или ненулевой суммой. Игрой с нулевой суммой называют игру, в которой выигрыш одного игрока равняется проигрышу другого, а с ненулевой суммой может изменяться общая цена игры, таким образом принося выгоду одному игроку, не отнимая ее у другого. Параллельные и последовательные игры. Параллельная игра это такая игра, в которой игроки делают ходы одновременно. Любой ход одного игрока неизвестен другому, пока не завершится общий цикл. В последовательной игре каждый игрок владеет информацией о предыдущем ходе своего оппонента до того, как сделать свой выбор. Теория игр является очень сложной областью знания. При обращении с ней надо соблюдать известную осторожность и четко знать границы применения. Слишком простые толкования таят в себе скрытую опасность. Анализы консультации на основе теории игр из-за их сложности лучше делать только для особо критичных областей. Давайте я вам зачитаю оглавление книги. Предисловие. Введение. Как нужно вести себя в обществе. Часть первая. Глава первая. 10 историй о стратегии. Глава вторая. Решение игр методом обратных рассуждений. Глава третья. Решение дилеммы заключенного. Глава четвертая. Прекрасное равновесие. Часть вторая. Глава пятая. Выбор и случай. Глава шестая. Стратегические ходы. Глава седьмая. Обеспечение достоверности стратегий. Часть третья. Глава восьмая. Интерпретация и манипулирование информацией. Глава девятая. Сотрудничество и координация. Глава десятая. Аукционы, торги и конкурсы. Глава одиннадцатая. Переговоры. Глава двенадцатая. Голосование. Глава тринадцатая. Стимулы. Глава четырнадцатая. Примеры из практики. Дополнительная литература. Решение. Примечание. Сейчас я бы хотел остановиться собственно на издании этой книги. Это на русском языке. Выпускает издательство МИФ. Ман Иванов и Фербер. Как обычно ценник у них конский за их переводную литературу. И практически начиная с самого начала их издательской деятельности с книги Сета Година. Фиолетовая корова. Если мне память не изменять, это была самой первой книгой, которую издали в издательстве МАН Иванов и Фербер. Уже с самого начала они взяли курс на то, что у них будет абсолютно белая бумага в книге и высококачественные красочные обложки, которые привлекают внимание. А еще в самом начале своей издательской деятельности они писали на корешках номера книг. То есть создавая иллюзию, что эти книги входят в какую-то серию. И люди, которые зациклены на собирании коллекции, а коллекции мы с вами обсуждали, когда разговаривали о системе вещей Жанна Падрияра в одном из предыдущих отзывов на книге. То вот для таких людей вот эти номера, они как бельмо на глазу, они хотели, хотят заполнять эту коллекцию, чтобы все номера были без пропусков и все номера заканчивались каким-то максимальным номером. Конечно, ход, конечно, такой идеальный для того, чтобы получать наибольшую выгоду от продажи книг. Эта книга вообще у них выходила, насколько я помню, в двух исполнениях. В твердом переплете и в мягком переплете. Хотя могу ошибаться. У меня в мягком переплете. Сейчас я вам покажу. Вот мягкий переплет. И один большой недостаток этой книги, это очень мелкий текст. Я вам сейчас вот так покажу. Очень мелкий текст. То есть, на одной странице книги, вот здесь, это как две страницы любых других книг, которые я читал и читаю. И в чем проблема? Если я в обычной книге могу за один присест сразу проглотить 20-25, а иногда даже 30 страниц, если вдруг у меня хорошее настроение, и есть время на то, чтобы прочитать. То здесь 10 страниц за один присест это максимум, который я могу впитать в себя без ущерба для качества восприятия. То есть, если вы возьметесь читать эту книгу, то я вам рекомендую не рассчитывать на то, что вы ее проглотите очень быстро. Если перед вами стоит задача изучить теорию игр конкретно к вашим применениям, то здесь я бы порекомендовал такой вопрос. Вначале попробовать определить, к какой отрасли, к какой части, к какому типу игр относится ваша ситуация, и потом конкретно из этой книги найти те страницы, которые относятся именно к вашему типу. И потом, соответственно, вы узнаете только то, что вам нужно в данный конкретный момент. А потом, если вам вы захотите ее полностью освоить, вы ее сможете освоить уже, соответственно, в свободное от работы время. Несмотря на то, что, продолжая опять же критику этого издания, то, что здесь чистого текста где-то 450 страниц, лучше закладываться в то, что эта книга на тысячу страниц, такой толстый фолиант, и, соответственно, подходить к чтению этой книги именно как к чтению толстого фолианта. Например, как у меня ждут в своей очереди два издания Мамбардашвили. Это полный курс лекции философии Европы и беседы о мышлении. Как раз вот они вот такие вот увесистые фолианты на 800 плюс страниц. В целом, познакомиться с теорией игр было интересно. Но постоянно держать у себя в голове мысль о том, что будет делать другой человек в ответ на мои действия, или еще сильнее идти дальше, углубляться, что думает человек о том, что думаю я, о том, что думает он, о том, что думаю я, и так далее до бесконечности. В какой момент нужно нажать на стоп-кран и остановиться, и подумать о том, когда закончить вот эту цепочку, разорвать эту цепочку размышлений и начинать что-то делать. На этом я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот краткий обзор и отзыв на книгу «Теория игр» от издательства «Миф». Авторы «Диксит» и «Нейл Бафф». На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов в жизни, в работе, в бизнесе и до новых встреч!